Ну что ж, приступим. Bittrex24 Корсика. Что представили 9 июня, что вообще вышло, выходит и будет выходить в течение лета по Bittrex24. Это большой блок, аж 8 пунктов, что появилось вообще нового, чего не было в Bittrex24. Это открытые линии, онлайн-чат на сайт, CRM-формы, счета онлайн, e-mail-трекер, 1S-трекер, омниканальная CRM и правильные мультиворонки. И есть еще 4 новинки по тем инструментам, которые уже были в Bittrex24. Это новая мобильная CRM, задачи и проекты, календарь с новым планировщиком и некоторые новинки по Bittrex24 диску. Мы не будем детально останавливаться на всех новинках, наверняка вы о них всех слышали, уже даже пробовали. Мы выбрали часть из них, по которым нам важно узнать ваше мнение, вообще насколько они полезны были вам и вашим клиентам. Да, как сказал Юра, вы можете голосовать и в течение доклада, и после мы еще раз дадим вам время для того, чтобы вы проголосовали за все, что мы расскажем, через приложение. Если вдруг у кого-то нет приложения, нет мобильного телефона, можно перейти вот по такой прямой ссылке и прямо в браузере вам также будет доступна страничка с голосованием. Итак, перейдем к новинкам, что мы выпустили в Корсике, о чем хотим поговорить и получить от вас обратную связь. Новинки CRM. Первое – это мультиворонки. Долгожданная вещь, очень много спрашивали, очень много хотели. Наконец-то теперь у нас есть много воронок. И не просто много воронок. У нас есть возможность строить целые направления бизнеса внутри одной CRM. Причем это не обязательно отдельные направления, как считали люди, послушавшие доклад центральный, который делали как презентацию данного нововведения. Это могут быть подтипы бизнеса в рамках одного бизнеса. Предположим, кондитерская. Она делает торты и делает на заказ. И делает товар, который продает очень быстро, просто в онлайне. Для первого случая форма будет достаточно большой, нужно узнать у клиента множество дополнительной информации. Для второго случая достаточно минимального набора, куда нужно доставить, какой тип товара клиент выбрал и все. Потому что там нет вариативности, нет никаких изменений, нет. Клиент что показали, то и купил. В первом случае это полностью уникальное, индивидуальное. Вот мультиворонки делают такую же схему. Для вас это будет отдельная форма. Отдельная форма заказа, в котором вы полностью заказы сделки. В котором вы полностью формируете свой набор полей со своими значениями, которые будете спрашивать у клиента. И выбирая разные продукты, вы сможете быстренько регламентировать. Кроме того, что вы сможете регламентировать это полями, вы сможете подключать определенных менеджеров для работы с определенными направлениями бизнеса. Есть менеджер, который отвечает за первое направление, и он будет видеть только свое направление. Есть менеджер, который видит второе направление, он видит сделки только второго направления, он на них заточен, он работает с ними. Да, все права легко настраиваются на той же страничке настроек CRM прав, то есть вы можете распределить все направления по конкретным ответственным менеджерам. Следующая новинка, которую мы представили, это много контактов. Это еще одна такая долгожданная вещь, казалось бы мелочь, но на самом деле очень много хотели. Это очень важная вещь для того, чтобы в одной сделке вы могли выбрать несколько контактов, так как, как правило, в сделке обязательно участвует несколько контактов. Это может быть руководитель. Но не во всех сделках. Это очень удобно для сделок, так называемых длинных сделок, когда сделка заключается с большой компанией, в которой за каждую зону отвечает свой человек. Есть руководитель, с которым вы договаривались насчет этой сделки, который будет принимать решение о осуществлении этой сделки. Есть бухгалтерия, которая сделает оплату, есть менеджер или какой-то человек, который примет тот товар или ту услугу, которую вы ему оказали. И вы должны в рамках этой сделки указать всех этих людей со своими телефонами, со своими контактными данными, с типами должностей, с типами обращений, к которым вы будете к ним обращаться. И очень хорошо бы было, чтобы при следующей сделке с этой компанией автоматически подставились те люди, которые были выбраны ранее. И, соответственно, вы уже знали, кому делать звонок, чтобы на каждом этапе правильно по сделке идти. Да, и для того, чтобы реализовать этот сценарий, у нас появился новый контрол выбора клиента внутри сделки. В первую очередь вы определяете, на кого будет оформлена сделка и последующие документы, коммерческие предложения, счета, что это будет контакт или компания. Эта сущность становится главной. Например, когда вы выбрали компанию, ниже вы уже выбираете контакты, которые будут участвовать в этой сделке. Если же сделка и счет будут оформляться у вас на физическое лицо, то вы выбираете главным опять же контакт, и потом ниже опять сможете привязать еще другие контакты, которые будут участвовать в этой сделке. Причем это не железная привязка контакта к этой компании. Не обязательно, что этот контакт вообще работает в этой компании. Это может быть какой-то посредник, который дает возможность вам поговорить с этим руководителем, чтобы заключить сделку. Итак, еще одна новинка – это совместная работа с отчетами. Это не то чтобы новинка, а скорее такое дополнение к нашим отчетам. Это тем большому конструктору отчетов. Раньше было как? Администратор настраивает Bitrix24, создает отчеты и сталкивается с тем, что этими отчетами не могут воспользоваться другие. Теперь появилась возможность настроить права доступа на созданный отчет. Вы можете поделиться доступом как уже созданным старым отчетом, так и сразу распределять права при создании нового отчета. 1С-трекер. Это как раз таки та возможность, чтобы получить информацию внутрь Bitrix24 с каких-то внешних каналов. В данном случае мы с 1С получаем какой-то набор информации, который дает возможность получить быстрый срез при звонке клиентам. Мы выгружаем туда полную информацию по клиенту, то есть всю клиентскую информацию, телефоны, фамилия, имя, где он живет и так далее. Все, что может предоставить 1С. Далее в этом пакете содержится номер документа, который мы передаем, сумма этого документа и ответственность за этот документ. И самым главным в этом параметре является URL на этот документ. Соответственно, если происходит звонок клиента в рамках Bitrix24, мы показываем карточку и говорим, ребята, у него было касание с 1С. Вот номер документа, вот сумма документа. Если клиент говорит, что, ребят, мне мало информации просто по взаимодействию, я хотел бы поменять какую-то позицию. Менеджеру достаточно будет нажать на этот URL, перейти в рамках 1С, сделать изменения в документе, и это обновление выйдет, опять появится внутри Bitrix24. То есть самое важное, вы получили звонок, вы правильно ответили клиенту, вы знаете, что это за клиент, знаете, на какую сумму и так далее были покупки. Вы можете его правильно идентифицировать и правильно с ним работать. Если потребуются дополнительные детали, вы можете его отправить в ту систему, в которой был сделан данный документ. И этот трекер, он сделан, как я уже говорил, как пример. Не обязательно его использование в полном объеме только с 1С. Вы на основе этого API, который мы предоставляем в рамках Bitrix24, можете подключать в принципе любую систему, которую вы используете. Еще один трекер, который появился в нашей CRM, это e-mail трекер. Раньше у нас существовало подключение одного ящика. То есть у вас должен быть один ящик компании, который вы подключаете к CRM, и все письма, поступающие на этот ящик, уходят одному менеджеру, который дальше уже как-то их маршрутизирует, распределяет, обрабатывает. Теперь у вас есть возможность подключить e-mail каждому менеджеру, работающему в CRM. Каждый менеджер заходит в настройки почты, которые у нас и до этого были, где он может создать себе ящик в домене Bitrix24, подключить свой домен, либо просто привязать свой iMap ящик. Теперь он может связать этот ящик с CRM. Что будет происходить? Все письма, которые будут приходить на этот ящик, будут автоматически зафиксированы в CRM, как новые входящие дела, но будут зафиксированы не только входящие, но и исходящие, причем независимо от того, где пишет менеджер. Менеджер может ответить прямо из CRM, создаст автоматически исходящее дело с этим ответом. Менеджер может работать в почте и вообще не заходить в CRM Bitrix24. Он общается там, клиент ему пишет, он отвечает, и все эти исходящие письма будут автоматически зафиксированы в CRM в виде новых дел. Это все, что было у нас по CRM. По задачам. Какие новинки были представлены? Занятость сотрудников по задачам. Похоже на диаграмму Ганта, но только теперь сбоку у нас не задачи, а люди. Теперь вы можете смотреть занятость своих сотрудников по задачам, видеть, где есть пересечение, как на картинке указано, когда есть пересечение, задачи накладываются друг на друга, вы сразу видите проблемные места, что менеджер на менеджера навалена куча задач, конечно, решать одновременно их все он не может. В то же время график позволяет вам ответить на вопрос, когда свободен этот тот или иной сотрудник. Например, поступила новая задача, ее нужно срочно распределить на кого-то, вы заходите в занятость и сразу видите, у кого есть свободные ячейки на то или иное время. Пользовательские поля. Очень тоже востребованный функционал, который давно просили. Теперь в задачах появились пользовательские поля. Они работают аналогично полям в CRM, то есть вы прямо в интерфейсе создания новой задачи, можете создать новое поле. Администратор, только администратор может создать новое поле. Так же, как в CRM, он может сохранить все эти поля для всех других сотрудников. И сотрудники, заходя в интерфейс создания новой задачи, будут видеть новый раздел «Пользовательские поля», в котором смогут заполнять все эти поля по задачам. Поддерживается четыре типа полей, насколько я помню, как в CRM. Есть возможность указать множественность этих полей и, конечно же, обязательность их заполнения. Мобильные задачи. Мы уже представили новый интерфейс мобильных задач. Наверняка его уже все попробовали. И в последнем обновлении мы дополнили его, так как первым обновлением не успели выпустить сразу вообще весь функционал по задачам. Появилась возможность прикладывать файлы к самой задаче и к комментарию. Задачи прямо с мобильного приложения. Появилась привязка к CRM. То есть вы можете при создании задачи прямо с мобильного указать, с каким клиентом, либо с какой сделкой в CRM связана эта задача. Можете вести учет времени. Это запуск, вот этот таймер, который считает, сколько времени. Давай лучше не так. А кто видел новый интерфейс задач? Отлично. А кому он понравился? По-моему, рук меньше. Очень хорошо, что их ненамного меньше. Спасибо вам, ребятам. Нам очень приятно, что вам понравился новый интерфейс задач. Мы будем стараться его улучшать дальше. Если у вас есть какие-то замечания по новому интерфейсу, обязательно пишите. Нам очень важна обратная связь от вас. Мы хотим сделать этот интерфейс универсальным и в похожем виде выпустить CRM. Которое уже готовится. Создание задачи в процессе обсуждения. Тоже такая небольшая, казалось бы, новинка, но на самом деле очень интересная и важная. Очень часто даже в нашей компании бывает, мы обсуждаем что-то в живой ленте, в ходе чего образуются задачи на того или иного сотрудника. Например, да, отлично обсудили, надо это обязательно сделать. И очень неудобно, что нельзя было сразу прямо из этого обсуждения поставить себе задачу. Теперь это будет возможно. Вы сможете создать задачу прямо из самого поста из живой ленты, либо из комментария. Автоматически будет создана задача от вас на вас, то есть вы постановщик и вы ответственный. Если в этом сообщении или в комментарии были какие-то файлы, они также автоматически будут прикреплены к этой задаче. И будет добавлен автокомментарий для того, чтобы те участники обсуждения, которые с вами там что-то обсуждали, видели, что вы отреагировали, что вы создали на себя задачу. По диску и десктоп-приложению. Прям больших таких новинок у нас не было, но было два таких важных момента. Первый – это блокировка файлов для редактирования. На прошлой партнерской конференции подходили несколько партнеров и спрашивали, когда же у нас это появится. Теперь такая возможность есть. Вы можете заблокировать файл. Например, если вам нужно его отредактировать, и вы не хотите, чтобы в этот момент кто-то еще редактировал его совместно с вами. Мы заходим в диск. Через контекстное меню, либо через кнопочку в правом меню, вы выбираете заблокировать. Файл отмечается иконкой, как видно там на скриншоте. Иконкой, на которой сотрудники будут видеть эту иконку, если файл приложен в задачах, в сообщении живой ленте, в диске и даже в локальной папке на компьютере, который синхронизируется через Bitrix24 диск. Везде появляется такая иконка, и при наведении на нее они смогут узнать, кто заблокировал этот документ. Например, если это важно прямо сейчас его отредактировать, вы будете знать, к кому обратиться, чтобы его разблокировали. И скачивание файлов одним архивом. Еще одна новинка диска уже, в принципе, доступна, появилась в живой ленте, в задачах, в комментариях в задачах. Теперь, когда приложены несколько файлов, их можно разом скачать все сразу одним архивом. По календарю. Появился новый планировщик. Еще появилось подключение к Google к календарю, но здесь мы выделяем именно планировщик. Он появился и в живой ленте, теперь не только в самом календаре. Он видоизменился, есть новый интерфейс и новые сценарии. И здесь у нас есть небольшой ролик по его работе именно в живой ленте. То есть мы планируем события, выбираем участников, и шкала автоматически показывает, что есть проблема. Оранжевая иконка, что есть пересечения, какие-то участники заняты. Вы можете прямо здесь в живой ленте выбрать ближайшее подходящее время и запланировать события. Так выглядит новый планировщик. Он также выглядит в календаре. Причем в свернутом виде он показывает общий таймлайн для всех, и вы можете очень быстро найти какое-то время, когда не заняты все участники события и поставить на это время планируемое событие. Итак, это все касалось новинок. Самый, так сказать, интересный раздел, про который мы хотели как раз и поговорить. Да, что мы планируем? Есть такая тема, как услуги. Услуги есть двух видов. И нам очень интересно, востребованы ли услуги на рынке вообще. И есть ли интерес у вас, как у пользователей Bittrex 24, или как у владельцев, или как у партнеров, которые интегрируют Bittrex 24 в этом направлении? Требуется ли вообще добавить услуги внутрь системы? Мы рассматриваем два сценария работы с услугами. Следующий слайдик. Первый сценарий – это сервисные компании. Это менеджер, который сидит фактически в Bittrex 24 и фиксирует какую-то услугу, которую он принимает через мессенджер, принимает через звонок с сайта или звонок, осуществленный по телефону. То есть фактически происходит продажа услуг конкретным сотрудникам в рамках задач. То есть мы накладываем услуги на ваших сотрудников. Эти сотрудники являются кусочками задачи. И вы вот на таймлайне, который мы показывали, например, показываем занятость этих сотрудников. Есть некий интерфейс, на котором вы видите, кто свободен в какой момент времени, и ставите очень быстро, назначаете какую-то услугу. Множество компаний, как нам кажется, используют такую схему, и нам было бы интересно, интересна ли схема вам. И в голосовании, насколько я знаю, есть такой пункт. Если он вам интересен, то поставьте обязательно, проголосуйте за этот пункт. И второй сценарий, который мы рассматривали, это компании, которые работают в автоматическом режиме. Это некая публичная страница, на которой мы сразу же показываем список людей. Это, предположим, шиномонтаж. И мы видим, что у них есть 6 боксов. Эти 6 боксов свободны в какой-то единице времени. Вы можете занять этот бокс. Услуга жестко регламентируется по времени выполнения. Вы выбираете тип услуги. Она, например, сообщает вам, 30 минут займет эта услуга. Вы выбираете конкретное пустое место. Оно фиксируется на вас. Уходит подтверждение менеджеру. Менеджер говорит, что все отлично, занимаем это время. И вы приходите в конкретное время и уже знаете, что оно свободно зарезервировано для вас. Загоняете машину, меняете шины. Это фактически второй сценарий. Он предполагает публичную страницу, автоматику некую. И работать он будет немножко через календарь. Это тоже, если вам интересно, то тоже голосуйте за такой тип. И было бы узнать, интересно вообще, или есть востребованность к услугам. Да, может быть, есть востребованность к обоим сценариям. Тогда обязательно проголосуйте за оба. Конечно же, и первый сценарий в задачах, когда мы считаем учет часов задачи и рассчитываем их стоимость, автоматически формируем акты. И в календаре со вторым сценарием все будет автоматически зафиксировано в СРМ. В СРМ будут создаваться документы, сделки, акты, счета. То есть все будет интегрировано в СРМ. По живой ленте что мы планируем? Вообще мы давно думаем над концептом левого меню. Многие просят его сворачивать для того, чтобы расширить рабочую область, так как мониторы современные у нас сейчас все уже, все меньше. И хочется, чтобы рабочее пространство было больше. И есть несколько концептов, которые мы пробовали, прорабатывали, отрисовывали. Сворачивание левого меню, когда будут оставаться одни иконки, при развороте, собственно, будет появляться наше меню, краткое причем, и уже при клике по конкретному разделу будет разворачиваться детальное меню этого раздела. Такой концепт планируем сделать с меню, и хотелось бы узнать вообще, как вы к этому относитесь, хотите, не хотите. У концепта фактически две задачи. Первая задача – это ширина экрана, которую мы можем освободить под какие-то дополнительные данные. И вторая концепция – это убрать лишнюю информацию с экрана, чтобы она не засоряла интерфейс, не отвлекала пользователя. Если вам этот концепт интересен, даже не сам концепт, мы его еще будем прорабатывать, а нужно ли вам, есть ли у вас такая потребность, чтобы расширить пространство, убрать лишнюю информацию, то голосуйте за этот пункт, будет интересно узнать. Еще один важный момент – это выбор главного раздела. То есть главная страница, которая сегодня приветствует вас, когда вы заходите в свой Bitrix24. Мы внутри компании даже проводили эксперимент с мобильным приложением, и делали на главной странице не живую ленту, а чат. Было очень интересно, половина сотрудников разделились за то, что неудобно, я всегда работаю с живой лентой, а половина наоборот сказали, вау, круто, я в основном использую приложение как чат, и теперь мне удобно, я захожу и сразу вижу чат, то, что мне нужно. То есть статистика показывает то, что даже в рамках одной компании разные сотрудники используют Bitrix24 по-разному. Кто-то больше общается в чате, кто-то больше использует задачи, кто-то больше использует CRM. Вот, например, даже в нашей компании CRM к нам не подключено, потому что мы не обрабатываем заявки от клиентов, мы не работаем с клиентами напрямую, мы работаем в другом направлении. CRM мне недоступно. Соответственно, если бы CRM была главной страницей, мне было бы это жутко неудобно. Я больше работаю с живой лентой, больше работаю с задачами. Мне, например, важнее были бы, например, задачи на главной странице. Если этот концепт вам интересен, и вы хотите, чтобы система подстраивалась, мы можем здесь сделать два варианта. Можем сделать это автоматически, мы будем анализировать, где документов у вас больше или где вы проводите время больше. Либо мы можем сделать это вручную, чтобы вы назначали тот функционал, с которым вы больше всего работаете, и мы этот функционал будем выводить в виде главной страницы. То есть мы вы вошли в портал, у вас вместо живой ленты открылся, например, сразу же живая лента CRM. У меня вот здесь как раз есть несколько примеров, когда вот у нас живая лента на главной странице, она стоит первая. Есть вариант, когда у вас чат и звонки будут прямо на главной странице. Причем скажу вам по секрету, что уже доступна ссылка на чат. Тоже подходили и спрашивали, можно ли развернуть чат в браузере на всю страницу. Да, теперь это возможно. Когда можно поставить на главную, например, задачи, если вы работаете только с задачами, или установить на главную, например, CRM. Примерно так это будет выглядеть. Остальной функционал никуда не уходит. Он остается доступным в меню. Вы просто видите ту страницу первой, с которой больше всего работаете. Новая концепция поиска. Вообще мы давно собираемся усовершенствовать наш поиск, и последний наш подход привел нас к тому, что все-таки все чаще хочется совместить его с фильтром. То есть не просто искать, а сразу фильтровать. И мы даже уже начинали проработку, некоторые отрисовки, для того, чтобы объединить поиск с фильтром. Например, это может быть поисковая строка, набирая в которой у вас появляется результат. Во-первых, мы хотим обновить, чтобы результат был таким красивым и информативным, давал вам больше информации, чтобы вы сразу могли выбрать нужное, то, что искали. И какие-то уточняющие моменты. Фильтр у нас был такой вариант, либо еще был вариант, когда в конкретном разделе вы сразу сбоку, как умный фильтр в магазине, сможете уточнить свой запрос поиска, для того, чтобы мы сразу смогли найти то, что вам нужно. Вы видели такой концепт, если пользовались поиском от Google. Там, если вы вызываете поиск по картиночкам, он вам выдает отдельную специальную панельку, на которой вы можете уточнить какой-то поиск, уточнить размер картинок, уточнить какую-то информацию по картинкам. Тем самым вы сужаете тот вывод, тот объем информации, который внизу отображается. Если вам такой концепт удобный, и вы считаете, что нужно двигаться в этом направлении, обязательно проголосуйте за это. P2P-переводы. Еще один такой важный, интересный сценарий – это денежные переводы между коллегами, между сотрудниками в одной компании. Мы уже примерно думали о том, как бы это могло быть, и скорее всего это должно работать через чат, может быть даже через какого-то бота, когда вы сможете занести информацию о своей карте где-то в профиле, и потом через мессенджеры вы сможете легко обмениваться деньгами между собой. Это не коммерческие переводы, это именно переводы в рамках сотрудников внутри компании. Скинуться на подарок какому-то сотруднику на день рождения, сделать какую-то оплату совместную, чтобы купить что-то, поставить внутрь кабинета вашей компании. То есть это не коммерческие платежи, по ним запрещены коммерческие платежи. Это платежи именно между частными лицами в рамках занять деньги, передать деньги и так далее. Если есть такая востребованность, то голосуйте за такой пункт. Будет интересно узнать, насколько эта тема вас интересует. Ну, интернет-магазин-трекер. У нас есть один трекер, есть email-трекер. Конечно, напрашивается вопрос, почему бы не сделать интернет-магазин-трекер и не давать информацию о клиенте, о его заказах, опять же, не гнать ее в CRM Bittrex24, для того, чтобы дополнить каналы в нашей омниканальной CRM. То есть, чтобы не дублировать информацию в рамках Bittrex24 с магазина, с интернет-магазином вообще все просто. Если перейти по ссылке в 1С, возможно, только если 1С у вас какая-то облачная или стоит где-то, где может быть доступ по какой-то ссылке, то с интернет-магазином переход внутрь магазина очень простой. И интересно ли сделать трекер именно упрощенный, когда вы гоните какой-то сокращенный объем информации в рамках CRM и видите ее, получаете, переходите в нужный момент времени для редактирования именно в интернет-магазин. Ну, собственно, у нас все по новинкам и планам. Напомним, что нужно голосовать. Голосовать нужно в мобильном приложении. Есть пунктик опросы. Либо если у вас нет приложения, можно по прямой ссылке, которая указана на сцене, на сайте. Голосуйте. Нам очень важно понять, что из выпущенных новинок было для вас самым важным, удобным, нужным. И, конечно же, что из планируемого, то, что мы представили, вы считаете самым эффективным, нужным для вас и ваших клиентов. Ребята, вы видите, пожалуйста, на экран ноутбук. Я думаю, всем интересно будет посмотреть, как проголосовали за новинки, чтобы видеть. Голосование останется открытым, то есть вы можете голосовать в течение дня. Мы обязательно потом посмотрим все итоги. Но вот уже сейчас видно, что активно голосуют. Вы можете через мобильное приложение, там есть пункт такой в меню, он предпоследний. Нет, если еще раз вы имеете в виду повторно, то проголосовать повторно нельзя. Вы изменили свое мнение? Катя, озвучь несколько цифр, может быть. Что у нас лидирует, почему голосов больше всего? Так, ну по новинкам CRM, которые были, я смотрю, лидирует e-mail трекер. По задачам, видимо, новый интерфейс мобильных задач очень понравился, так как лидирует. Спасибо вам большое. По диску и дестопу примерно одинаково. Планировщик. Так, а что у нас из планируемого? Где у нас план? Услуги в задачах. Очень хотят услуги в задачах. Очень нравится концепт живой ленты и поиска, я так понимаю. Цифры меняются, видите, да, они динамические. Да, 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 кто-то голосует. И сейчас перевес голосов, может быть, когда кто-то скачает приложение и все-таки войдет, начнет голосовать. У вас еще есть шанс повлиять на это голосование, попросив у соседа телефон. Вот, 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 можно в офис написать коллегам. Кстати, да, распространяйте эту ссылочку, если возможно. Вы можете давать ее в своих офисах, можете давать у себя в фейсбуке. Будет очень интересно получить ваше мнение в виде вот такого интерактива. Страничка автоматически обновляется, и вы будете в реальном времени видеть те данные, которые клиенты голосуют. Ну и главное, мы получим результат, то, что нам нужно. Мы узнаем, что для вас действительно важно и что для вас действительно нужно. Если эксперимент у нас будет удачный, мы потом возьмем короткий номер по СМС и механику вы знаете. Так, ну что, мы посмотрели на голосование. Да, спасибо огромное. Мы возвращаемся к последнему слову с вопросами. И вот несколько вопросов и по текущему докладу мы статистику видели, а, наверное, по предыдущему докладу я соберу, и мы попробуем на них дать ответ в оперативном режиме. Так, спрашивают про 1С-трекер. Насколько он односторонний или двусторонний? Может ли он отдавать данные? Он односторонний. Он отдает данные только в одну сторону. Он сделан для того, чтобы получить важную выжимку информации с определенной системы внутри BITREX 24. Он не планирует выгрузку в обратную сторону. Он просто обогащает ваш портрет клиента. Мы предполагали, что мы расширим эту схему на двухстороннюю в рамках клиента. Самая большая проблема при таких расширениях – та система, которая отдает информацию, она очень часто содержит меньший набор данных, чем содержится данных по клиенте в рамках CRM. И вот здесь вот двухсторонний обмен, он такой достаточно условный. Вообще концепция трекеров. У нас есть 1С, e-mail. Уже множество, и мы предполагаем, что это интересно. Да, это концепт односторонней связи или мы каждый раз рассматриваем сценарий? Это концепт односторонней связи, это быстрое получение информации по клиенту, который сделал касание в какой-то системе. Следующий вопрос тоже по трекеру, по e-mail трекеру уже. Можно ли сделать так, чтобы не все письма, личная переписка не забиралась в CRM? Да. Вы можете установить список, как белый, так и черный, чтобы не забирались какие-то данные. Если это личная переписка, вы ее выставляете, эти данные не будут попадать в CRM. Если это спамер, вы можете сказать, что это письмо спам, и тоже оно автоматически больше попадать в CRM не будет. Если это клиент уже когда-то общался, то, естественно, это будет не лид, а будет контакт либо компания, и будет привязка к именно сделанной контакту либо компании. Говорят, что часто нужно ограничить возможность настройки гридов и форм для сотрудников. Не планируем ли мы сделать такое ограничение? Ну, пока таких планов нет, насколько я понимаю. Мы гриды переделываем, и очень скоро будут новые обновленные гриды, они будут современные, интересные, с ними будет удобно работать. Есть несколько вопросов, которые общей темой объединены. Не будем ли мы делать документы, договор, закрывающие документы в рамках CRM? Ну, вот как раз-таки в рамках услуг, что мы говорили, по задачам и по календарю, вот эти два направления, они тесно связаны с услугами в CRM, а значит в CRM появятся акты. Да, они расширяют наши документы. Потихоньку документы будут по-любому расширяться, но мы не хотели бы форсировать это расширение. Нужно обкатать те схемы, которые уже работают, чтобы они работали идеально. Вопрос технический. Как технически привязываются разные каналы к CRM? Что мы делаем? Разные каналы привязываются по-разному. Если это email-канал, то нужно ввести логин-пароль email. Если это 1С-трекер, то нужно указать специальный ключ, который по инструкции нужно получить, скачав еще и какое-то дополнительное приложение для 1С. То есть для каждого канала по-разному делается подключение. Мы обычно выдаем какую-то графическую простенькую инструкцию, по которой вы можете подключить данный канал. Каналы подключаются очень просто обычно. Чаще всего вы видели на настройках, например, открытых линий. Это такой мастер пошаговый, когда мы говорим, подсоедините ваш профиль, например, Facebook, и предлагаем вам варианты, что нужно сделать. Если вы подключали Telegram, я думаю, что кто-то пробовал, мы даже по шагам говорим, как создать своего бота, и с этим справляется человек совершенно без технического бэкграунда, не владея программированием совершенно. На самом деле вопросов много. Мы на вопросы в мобильном приложении будем стараться отвечать еще по ходу, и коллеги будут освещать вопросы, на которые мы прямо сейчас ответов не получили. Давайте еще раз поблагодарим Катю и Юру. Спасибо большое, друзья. Спасибо, коллеги. Спасибо.